Сегодня Алена меня попросила пойти на почту, отправить посылку, там несколько песен и заодно наконец-то подстригусь, потому что парикмахерские, которые здесь у нас рядом, одна стоит полторы тысячи рублей. Мне кажется, это для мужской стрижки многовастенько, тем более я не особо требователь прическа, мне не нужна там супер какая-то модельная. А во вторую парикмахерскую, которую я взошел, стрижка стоит 200 рублей, причем я уточнил, что не просто у меня под машинку, а нужно подстричь меня с переходами, нужницами, сделать филировку и так далее, он будет 200 рублей. Я сомневаюсь, что за 200 рублей мне могут нормально подстричь, причем что в Краснодаре меня стригли за 350 рублей. Сначала я зайду в банк, оплатить кое-какие квитанции, а затем на почту отправлюсь. На почте я провел достаточно длительное время, что опять не успел подстричься, но еще есть завтра один день, который, надеюсь, все исправит. Я, наверное, скоро, через месяц спустя, да, опять не успел подстричься, так торчат ниже лопаток. Чупакабра или какого-то Чубака. Чубака, Чубака, Чупакабра. Так знаешь, какая была ситуация, почему я так долго? Там есть табло, которое указывает электронную очередь, ну, знаете, по номеркам, и оно не синхронизировано с операторами, с кассирами. Оно само по себе, знаете, называет там цифры и буквы, и все. И когда я пришел, взял номерок, мне сразу вызывают к окну номер 3, к окну номер 3, хотя там стоит еще возле этого окна 5 человек. Получается, что робот вызывает следующий, а оператор еще не обслужила клиента. И так собирается, собирается, он вызывает через каждых 5 минут, а она уделяет на одного клиента, получается, минут по 15. И там уже каждый щемится, что меня вызывают, меня вызывают. А по факту там еще стоят, которые 10 билетов назад разводят руками и ничего не могут с этим поделать. Там просто вообще стали делать, типа, если очередь больше 3 человек, позвоните по этому номеру, единый. Потому что Россия не старается обслуживание улучшать. Можно попробовать туда прозвонить. То есть стучать, да? Ну, не стучать, они сами страдают, все страдают, что стучать. Пускай наладят, он у них, может, сломан этот, как эскалатор. Еще люди не успели зайти, он уже в следующих выкидывает. Что, жаловаться? Там не было никаких объявлений. Очень затянулась процедура, что я не успел ни в банк на 10 минут. Блин, там вот эта тетка так долго стояла, наверное, целый час. Она, смотри, у нее сзади якорь привязан. Сзади это немного не то. Именно там привязан был якорь. В общем, пожалуйста, Сережка, весь меня. Не пожалуйста, я тебе историю вообще рассказала, как я сходил вообще-то. Просто рассказала, просто рассказала. Алло, ты кроме этого ничего не можешь сказать, что ли? Ну, я все юморю. Сучу. Ладно. Завтра кто-нибудь еще доснимаю. Всем привет. Сегодня буду учить Алису сажать растения. Нам попала в руки вот такая вот деревянная коробочка. С ростками вербены. С землей. Такая деревянная коробочка экологическая. Алис, будем с тобой сажать цветочек? Да. Надо подготовиться хорошенько, потому что если что-то пойдет не так, разольется, либо Алиса будет вытирать об себя грязные руки. Нужно приготовить салфетки. Это земля. Мы сейчас землю высыпем сюда. Да. Половинку высыпем, потом засыпем с тобой семечки. Хорошо? Да. Давай-давай-давай, папа тебе чуть-чуть поможет. Давай-давай-давай, папа тебе чуть-чуть поможет. Почти получилось. Не совсем то, но ничего страшного. Я на это примерно рассчитываю. Потом зернышки смотришь. Нет, Алиса, нам земля уже не нужна. А вот они, семечки. Семечки называются вербена. Ну, смотри, вот так пальчиком с тобой делаем отверстие. Я сейчас аккуратненько сам, чтобы именно туда попасть. На тебе леечку поливай немножко только. Немножко. Хватит, хватит, хватит. Все. И мы через пару дней с Алисой посмотрим, да, что там. Все, с Алисой мы посадили цветочек. Все, пойдем ручки мыть. Еще я решил продать свой самый первый компьютер. Вот этот основной компьютер, на котором мы и работаем. Он хорошо обрабатывает видео и, главное, быстро. Вот этот чуть-чуть послабее, но тоже достойна модель. Вот этот, конечно, для обработки видео сильно не подходит, потому что здесь процессор послабее, нежели остальные. Здесь четвертого поколения, седьмой процессор 4970, по-моему, или 4790. Да, и видеокарта 660. Вот этот мы просто пока не подключали, потому что просто нет места. Уже переедем, будет у нас большой компьютерный стол, и поставим два компьютера. Жалко, конечно, я один процессор 3 года назад покупал за 30 тысяч рублей, а теперь за такую сумму его продаю. Сегодня же сходил в парикмахерскую. Такая прическа стоит 200 рублей, представляете? Я таких цен вообще никогда не видел, даже в Краснодаре. Причем стригу два, по-моему, корейца. Но мне эта цена, честно говоря, смутила. Я подошел к нему и говорю, вы знаете, мне ваша цена немножко пугает за 200 рублей. Не знаю, что будет с моей головой. Либо это будет супер быстро, лишь бы сделать. Либо это люди, студенты, которые только учатся. Он меня постриг, наверное, минут за 10. В принципе, можно туда ходить 200 рублей. Я не знаю, 200 рублей. Это, считайте, бесплатная стрижка. Я туда еще раз вернусь. К этому же парикмахеру можно даже, знаете, какой-то бонус давать лично от себя. Небольшую денежку, чтобы он немножко повнимательненько мне был. А за какую цену вы ходите в парикмахерскую? Конечно, для девушек это может быть какая-то N сумма. 5-6 тысяч рублей, зависимо, куда они готовятся. Может, кому-то на свадьбу или на какое-то мероприятие праздничное. Это, наверное, относится больше к мужской половине. За какую цену вы подстригаетесь, пацаны? Всем спасибо за внимание. И до новых встреч, друзья. Что, не было камеры больше? Давай посмотрим, поближе подходи. Теперь длиннее, чем у меня. Скоро брови наращу. С Богом. С Богом? С Богом, давай. Брови наращу, и будут еще гуще, чем у тебя. А что они как-то в разные стороны? Надо их причесывать. Куда они в кучу должны быть? Они должны равномерно. У тебя один ниже, один выше, вот так вот. Вот, раз, раз, раз. Ну, это же еще свои. А, еще свои, оставшиеся. Они не ущипывали. А, они ущипывали? Ты показывал свою прическу? Нет. Ты почему так долго? Ну, я не долго. Просто девушка как бы только отучилась. И как только, так сразу показать с Ксюшей попушили. Только отучился, ну, и видно, что она недавно отучилась, в принципе. Боже мой, ты свою прическу за 200 рублей? За 200 рублей я считаю, что тебе неплохо. А ты за сколько сделала? За 900. За 900 рублей? Ну, и еще штукарное такси. Еще 100. Туда-обратно. Нет, это, ну, как бы, да, в обе стороны. Туда-обратно, получается. А он будет у тебя жутко скрипеть, потому что здесь громкий автофокус. Так что, где-то страшно. Ну, и как тебе? Выглядят как накрашенные, да? Ну, не знаю, чуть-чуть, по-моему, неестественная длина. Неестественная длина просто. Они не так сильно выражены. Во-первых, они у тебя не совсем ровно по горизонту. Не полудугой, не ровной. То видно, что они неестественные. Не, ну, понятно, и чтобы были естественные, надо их не наклеивать. Ходить со своими тремя ресницами. А эти выглядят как свои накрашенные. Когда у меня свои накрашенные, они у меня до брови исполняют. У тебя просто если их причесать, нормально будет. Тебе тоже если причесать, то будет отлично. Ладно. Спокойной ночи. Не слушайте. Серегу ложитесь спать. Пьем часть молоком. Да, Алиса? Она уже почти запила. Скажи, мама, привет. Привет, мама, скажи. Субтитры сделал DimaTorzok